привет меня зовут владимир это строительная компания плотников и сегодняшнее видео полностью основано на задаваемых вами вопросах суть его будет в том чтобы объяснить какая есть инфраструктура за городом про все рассказать в ролике не получится конечно же хотелось бы но ролик тогда получится грузным массивным и неинтересным поэтому мы провели полный анализ оставили только самое интересное самое важное и выбрали для этого ролика три поселка это сибирские просторы это соловьи и поселок шишкин который плюс минус близко к городу а если вдруг возникнут вопросы по поводу концепции этих поселков и удаление от города то мы снимали отдельный ролик и вы его сможете посмотреть вот здесь и так есть две основные концепции для загородного дома то есть первый это загородный дом выходного дня вы сюда приезжаете на выходных возможно на праздничные дни или во время своего отпуска и здесь нас не волнует не школы и не детские сады и не магазины которые должны быть поблизости самое основное чтобы было отличная дорога ровненькая до нашего дома другая концепция это уже дом для постоянного проживания и здесь ситуация кардинально иная здесь нам важно чтобы обязательно рядом была школа детские сады поликлиника и другие инфраструктурные объекты потому что здесь нам семьей жить на постоянной основе и сразу могу сказать что в новосибирске ситуация не лучше потому что поселков существующей инфраструктуры внутри нету в любом случае мы будем смотреть есть ли инфраструктура рядом да с ближайшим большим поселком либо это какая-то территория города начать предлагаю с поселка сибирские просторы находится он на западе новосибирска как раз по ордынскому шоссе рядом с ним находится поселок вверх тула и в нем возвели комплекс современная школа с со спортивным комплексом внутри рядом детский сад рядом поликлиника и пункт скорой медицинской помощи буквально до него добраться от поселка можно за три за четыре минуты на машине если вы решите прогуляться пешком то это займет у вас 30 минут но я думаю удовольствие идти вдоль трассы пешком ну такое себе поэтому в любом случае вам необходимо будет вызвать такси кстати что касается такси то стоимость из поселка сибирские просторы в город и обратно будет в среднем от 1200 ну я понимаю то что в основном поселок эта история для людей у которых есть автомобили которые свободно могут поехать и в город и обратно но бывают ситуации разные возможно решили отдохнуть зайти в ресторан с друзьями немножко выпили ну и конечно же придется воспользоваться услугами такси и как раз в тему общественного транспорта рядом с остановки в поселке верхтула вы сможете добраться спокойно до маркса и до восхнила если решите им воспользоваться также в самом поселке организована автобусная остановка и из нее дети на красивом желтом школьном автобусе едут до школы как раз до которой буквально четыре минуты и этот же автобус привозят их обратно в дальнейшем собственники поселка говорят что будет запущен общественный транспорт ну на регулярной основе уже с этой остановки но пока что еще ждем а по поводу вайба в этом поселке вы конечно же можете посмотреть ролик которые мы снимали второй поселок это шишкино он находится у нас на юге по бердскому шоссе это район первомайка здесь также как и в предыдущем рассматриваем нами поселке есть и школа и больницы и детский сад находятся они буквально в пяти километрах от нашего поселка и ехать если вы соберетесь вам понадобится буквально 10 минут если вы захотите доехать до центра города на такси то это будет вам стоить от 700 рублей а если пожелаете проехаться на общественном транспорте то остановка будет буквально в полутора километрах от самого поселка что интересного можно рассказать про этот поселок конечно же основным преимуществом я бы выделил конечно же сосновый лес это придает какой-то свой особенный шарм но так как поселок достаточно молодой отдельно ролик про него мы не снимали и многие задумки они еще в головах собственников поэтому ждите от нас отдельный ролик про шишкина ну и мы вам подробно все расскажем третий заключительный поселок это соловьи он у нас находится на севере по дороге в криводановку школа находится рядом с поселком буквально в полутора километрах если быть точнее то это 1 из 7 километра единственный момент школа конечно же такая поселковая но сейчас рядом с поселком тоже в близости планируют строительство новой современной школы на 600 посадочных мест рядом будет спортивный комплекс но пока что это еще на словах на данный момент поликлиника и детский сад находится немножко подальше это 7 километров и ехать до них придется порядка 12 минут кстати рядом тоже построен уже детский сад вроде бы уже 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 полностью готов к эксплуатации но что-то там чиновники не могут между собой решить поэтому он еще не запущен но опять же пока он не открыт говорю о том что сейчас есть потом можно будет показать вам новый ролик если вы захотите добраться на такси до центра города либо наоборот из города до коттеджного поселка соловьи это будет стоить вам от 700 рублей также в 10 минутах ходьбы есть общественная остановка с транспортом поэтому вы с легкостью можете добраться до маркса там уже на метро куда вам удобно про соловьи мы отдельный ролик не снимали поэтому вкратце вам расскажу сейчас ребята оборудуют пляж возможно будет для общего доступа можно будет туда приехать и отдохнуть также рядом с поселком есть отдельно построенное здание под кафе и под магазин и сейчас ребята как раз ищет арендатора это вот еще в одну копилочку инфраструктуры вот такие вот сухие но при этом очень важные данные и хочу обратить ваше внимание что мы говорили про коттеджные поселки в которых обязательно есть у кашка управляющая компания которая следит за вашим уютом за вашим комфортом организуют различные праздники различные досуг и мероприятия убирает снег приводит в порядок газоны ну газоны конечно общедоступные дани которые будут у вас на территории но вполне возможно и вы с этим можете обратиться и за дополнительную плату вам организует это главное отличие от снт и днт до в которых такого сервиса ну к сожалению или к счастью нет отдельное слово я бы сказал про дороги самое важное что в трех вот этих поселках о которых мы с вами сегодня говорили достаточно хорошего уровня дороги я бы смело поставил четыре по пятибалльной шкале а это между прочим очень важно потому что если мы с вами будем говорить про дом для постоянного проживания то вам регулярно придется ну как регулярно в день по два раза туда и обратно ездить в поселок и важно чтобы этот путь путь был приятный и комфорт еще отдельно мы прям целое исследование организовали насколько хорошо все выстроено с доставкой продуктов и с доставкой готовой еды в общем то пока что этот сервис еще не развит для коттеджных поселков надо учитывать что всеми продуктами вам надо будет закупаться заранее привозить ваш уютный дом что по поводу коммуникации то здесь все как обычно электричество есть газ есть водоснабжение есть водоснабжение в основном организованы из скважины канализация организуется с помощью септиков центральной канализации здесь нету ну и в принципе в ней необходимости нет септики отлично отрабатывают ну вот побеседовали на интересующую для вас тему я могу для себя сделать следующие выводы да вот после всего этого анализа то что в принципе насколько удалена школа или удален детский сад 10 минут ходьбы или это 25 минут ходьбы для меня не настолько критично и если это ну скажем так в рамках разумного а вот насколько развит поселок насколько внутри комфортно и интересно конечно для меня и для моей семьи это будет очень важно ну и потом сравнивать поселки о том насколько вы быстро можете добраться в школу больницу не совсем корректно и опять же я думаю не все десять лет вы будете жить за городом пока ваш ребенок учится но это конечно же вопрос сугубо индивидуальный поэтому можете этим поделиться в комментариях почему я говорю именно так потому что я вижу что образ жизни и стиль жизни современного человека очень стремительно меняется и помимо этого в новосибирске в лучшую сторону меняется культура загородного строительства но вот что я могу сказать точно что строительство своего дома подготовку проекта необходимо делать одновременно с подбором участка и конечно же мы строительная компания плотников можем вам в этом помочь и будем рады построить для вас дом в любом месте которое вы выберете а если есть что добавить об инфраструктуре загородных поселков то пишите об этом в комментариях давайте обсуждать пока